Эти раввины рассказывают о своей религии словно о двух параллельных мирах. Они представляют разные направления иудаизма. Женщины молятся здесь, отдельно от мужчин. Так было тысячу лет назад, так принято и сейчас. Я чувствую себя прекрасно в роли раввина. Женщины и мужчины в нашей синагоге равны. Равин Эми Шварцман – еврейка реформистского либерального направления. Она верит, что религиозные традиции постоянно развиваются и меняются с каждым новым поколением. Реформисты подчеркивают важность принятия индивидуальных особенностей и рассматривают религию с точки зрения служения идеям гуманизма и борьбы за социальную справедливость в контексте еврейской культуры. Двери нашей синагоги открыты для межконфессиональных пар. Все наши раввины заключали и однополые браки. На протяжении нескольких лет у нас служил раввин гей, а в школе при синагоге учатся немало детей трансгендеров. Подобные взгляды последователи ортодоксального направления иудаизма считают революционными. Хим Шафнер – раввин единственной в Вашингтоне синагоги направления, известного как ортодоксальный модернизм. Рассказывают, что они верят в медленную эволюцию религиозных нравов. Традиции и обряды ортодоксальные евреи ставят превыше всего. Иудаизм – это больше, чем религия. Это особый образ жизни. Есть заповеди обо всем – о питании, о распорядке дня, о сексе. В шаббат мы не пользуемся телефоном, пешком ходим в синагогу, изучаем тур. Стол, накрытый скатертью, свечи, хала – традиционный хлеб в форме заплетенной косы. Вот так выглядит вечер пятницы перед шаббатом в доме раввина. Супруга встречает гостей и готовит блюда из кошерных продуктов для праздничного ужина и следующие 24 часа. Мои родные, которые не соблюдают религиозные обряды, смеются. «Правда, что твоя печь знает, что такое шаббат?» Я им отвечаю – да. И не только печь, но и холодильник, кофеварка, газовая плита. Подготовившись к суткам без труда и электричества за несколько минут до захода солнца, семья временно расходится. Женщины зажигают дома свечи и произносят благословения. А мужчины отправляются в синагогу. Позже не на камеру. Они пожелают друг другу шаббат-шалом, мирной субботы. Супруг раввина Эми Шварцмен перешел из ортодоксального направления в реформистское. «Я рос в очень традиционной семье. У нас не просто нет женщин-раввинов, но и религиозные службы проходят отдельно. Я понимал, чтобы стать мужем Эми, мне необходимо привыкнуть к новым правилам. А со временем понял, что мои взгляды больше совпадают с реформистами». Шаббат для семьи раввина – это возможность побыть в кругу близких и провести день по-особенному. И если для этого ей придется пользоваться машиной, она не против. Реформистское движение возникло в XIX веке в Германии. Это были евреи, которые хотели жить, как европейцы, и откололись от традиционного иудаизма. В США реформистское движение начало формироваться во второй половине прошлого века. Сегодня здесь проживает абсолютное большинство реформистов. «Америка была идеальной страной для развития реформистского течения. Здесь, в отличие от Европы, не было и нет государственной религии». В США сформировалось и другое течение иудаизма – консервативное. Эти верующие называют себя «золотой серединой» между традиционным и либеральным течениями. Они достаточно строго относятся к соблюдению основных религиозных предписаний, но не отрицают возможность реформ. Например, позволяют женщинам вести службы и быть раввинами. «Тора представляет наши фундаментальные ценности. Кто такие евреи?» На этот вопрос можно ответить, прочитав Тору. Все представители иудаизма говорят об особой роли Торы. И какому бы направлению религии они себя не относили, как строго не соблюдали бы традиционные предписания. Все утверждают, что здесь свободно практикуют иудаизм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова